Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный курс. И на этой, на прошлой неделе мы прочитали главу под названием «Бо, иди к фараону». В этой главе есть, значит, в прошлые наши циклы мы рассмотрели десятый параграф и двенадцатый параграф. Поэтому сегодня я взял на рассмотрение одиннадцатый параграф, но он маленький, и взял тринадцатый параграф, из которого в нашу недельную главу входит первая, насколько я помню, шестнадцать фраз. Я надеюсь, что мы как раз их и успеем все разобрать. Все меня видят, все меня слышат, да? Да, замечательно. Если кто-то у нас первый раз и не знает, как мы работаем, пожалуйста, дайте какой-то знак. Нет, все, очевидно, когда-то будет уже, да? Понятно. Я первый раз. Все готовы? Ага. Вы Артур, да? Хорошо. Я на них вкратце вам объясню. Первое – добро пожаловать, Брухим Абаим. Второе – мы последовательно разбираем, значит, Тору, мы берем по одному параграфу из соответствующей недельной главы, и обычно мы его успеваем закончить. Я предварительно в нашу группу в Телеграм ставлю два файла. Сейчас, к сожалению, сегодня я подготовил утром, а забыл вовремя поставить, поставил только что, буквально недавно. Два файла, один из них вы видите на экране, это сам текст ивритский, и в нем я выделяю некоторые слова. Желтое выделение – это для меня, то есть я напоминаю себе, что я хотел бы по поводу этих слов что-то сказать. Зеленые слова я засунул в словарь, это второй файл. Вы можете его открыть. Вот, теперь, что мы делаем по ходу занятий? Тот, кто хочет, записывается в очередь, и по очереди каждый читает пасук. Насколько может. Кто-то читает лучше, кто-то хуже. Мы никого не заставляем, если человек стесняется по какой-то причине. Он просто не подключает свой микрофон. Я это вижу. Теперь во время чтения я могу немножко направлять. То есть, если ошибка влияет на понимание фразы, да, я ее исправляю. Если нет, если смысл остается тот же, то, соответственно, мы ее пропускаем. Поэтому никто не обращает внимания на то, что прочитано не совсем верно. То есть это в точности так, как когда мы слушаем чтение недельной главы «Петя на год и в субботу». Там тоже такие правила. Вот, теперь, если человек желает потренироваться и сам прочитавший переводит или пытается перевести, я, естественно, ему помогаю. Если нет, я беру на себя перевод. Вот, и, соответственно, значит, микрофон передается по кругу дальше. Так, теперь имеется архив наших записей. Сейчас идет уже третий цикл. Вот, и с Божьей помощью мы будем продолжать. Кроме того, кроме того, значит, ну, походу можно задавать вопросы. Да? Значит, моя задача – объяснить текст. Я практически не даю комментариев. Вот, только разве что, если самого меня там куда-то занесет. И все это вы можете найти на соответствующих сайтах. Кроме текста вторы, мы иногда берем какие-то тексты молитв, вот, либо даже популярные песни. С точки зрения гибрита это очень и очень полезно. Так. Хорошо. Начинаем, да? Теперь, значит, мои координаты есть, и до занятий, после занятий можно мне присылать вопросы и пожелания. Так. Мы читаем Шмот, книга «Исход» вторая книга. Книга «Исход» вторая книга. Ты можешь хорошо говорить? Так. Только просьба выключать микрофон, если человек не собирается ничего. Да, 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 если вы не собираетесь сказать, потому что... Микрофон выключить. Микрофон очень мешает, когда у кого-то чего-то там, вот с кем-то разговаривает похоже. Параграф Ют, Алев, то есть 11, первую фразу читаю я. Фразу Алев. И сказал Бог Моисею. Еще одно поражение «Нега», обращаю внимание, что пандемия, как называется, так, «Ания», извините, «Нагиф», там другое слово. Но «Линго», а это буквально «задеть», «причинить вред». Есть еще слово «Пега», вот с аналогичным значением. Слово это мужского рода, поэтому «Эхад» стоит в мужском роде. Один вот такое поражение. «Ави» я приведу на фараона и на Египет. После этого «Ишаллах» отправит буквально, смысл отпустит, «Этхэм» вас «Ми-зэ» отсюда, то есть из Митраэма. «Кэшалхо» при отпускании, при посылании, когда он будет посылать, то есть вот такого рода формы, лучше всего переводить «Дейпричастием», «Посылая», «Отсылая». «Нодейпричастие» не учитывает, вот последний момент, это вместоименный суффикс, то есть он подчеркивает, что не просто «посылая», а «Он посылает», «Он» имеется в виду фараон. Теперь что такое «Калла»? «Калла» от слова «каль», легко, да, он отпустит вас легко, то есть легко будет не ему, конечно, а вам. «Гарэш» и «Гарэш» дважды повторяется корень, который используется в слове, например, «Герушин». «Герушин» это развод, да, и девичья фамилия, то есть расставание, то есть «Отаслась» он отошлёт «Этхэм» «Ми-зэ» отсюда, то есть подчеркивается, что он полностью простится с вами, да. Почему? По смыслу это важно. Считал ли фараон, что евреи уходят навсегда, и он готов распрощаться со своими рабами, и он готов даже на то, чтобы они унесли с собой взятые у соседей ценные вещи, либо он, как потом он, так сказать, вернулся, он воспринимает это, помня первоначальное обращение к нему Моисея, «отпусти нас на семь дней, три дня мы будем идти в пустыню, один день мы будем приносить жертву нашему Богу, три дня на обратную дорогу, и мы вернёмся, да. Здесь, значит, считают комментаторы, что и фараон, и весь Египет, как мы увидим дальше из текста, были готовы на то, чтобы евреи вообще забрали все их вещи, лишь бы они уже ушли. Вот так они уже всем надоели. Ну, имеется в виду не сами евреи, а то, что Всевышний наказывает за них Египет, посылая на него казнь, и вот уже десятая казнь. Так, теперь номер Бет, я попрошу Анну. Так, доберна, бе, ознай, аам, ва, иш, ау, да, аа, аам, да, ва, иш, ау, иш, меэт, реэгу, ва, иша, меэт, реута, кликесов, ухли, кликесов, ухли, захазав. Да, да, клей, клей, клей это множество числа. Так, и скажи, пожалуйста, получается, буквально в уши народа, то есть скажи народу, пусть попросят, пусть выпросят человек, мужчина, каждый мужчина у ближнего своего, ну, видимо, у соседа там, у кого-то, кто близко к нему, и женщина от своей, значит, ближней своей, сосуды серебряные и сосуды золотые. Совершенно верно, да. Я не перебиваю Анну, потому что она переводит правильно. Чуть-чуть я вот тут подправлю, значит, ознай от слова озн, уши, так, ва, иш, ау, здесь подчеркивается, шааль, это не только спрашивать, но и попросить. То есть здесь вполне возможно прочтение продолжить, хотя мы знаем, что египтяне были готовы окупиться своим имуществом, так. Значит, ре-эгу, корень рэш-аин-эй, да, он имеет, он может иметь несколько значений, в данном случае ближний его, то есть тот, кто близок, ну, физически, географически, сосед, да, как, например, ве-агавта лре-аха-камуха, люби ближнего, да, еще это слово означает ра-плохой, так, и еще этот корень означает пасти, пасти скот, ро-э-сон, мы были пастухами скота, так. А женщина от рэ-ута, это тоже слово в женском роде, так, значит, слово кли, кли, в данном случае клей, это в смеху зимножественное число, означает не только сосуды, но и инструменты, и просто какие-то вещи, да, часто вот это вот сосуды обозначает нечто, что-то, ну, хэсэф и загав, мы знаем, то есть здесь какая-то ценность. Так, гиммел, Светлана, вы готовы? Давайте вы продолжите. Гиммел. Ва-йтен, а-данайд хэн ха-ам бэй-ней митсраэм, гам ха-иш му-шэга дольмэ от бээрц митсраэм, бэй-ней ав-дэй паро у вэй-ней ха-ам. Так, замечательно. Так, Светлана, я знаю, что вы стесняетесь, но тем не менее я вас попрошу. Начните. Ва-йтен. Да, буквально дал, дал, конечно, дал. Хэн ха-ам симпатию народа бэй-ней митсраэм. Что получается? Да, симпатию. В глазах египтян, да. Выражение, вы видите, моцэ хэн бээй-ней, это значит нравится мне. То есть не прям-таки я люблю, да, любить я могу Бога, а вот сосиски, например, мне нравятся. Так? То есть приязнь, симпатию в глазах митсраэм. Гам га-иш мошэ. Так же мужу маше большому, великому, очень великому, в земле египетской, в глазах рабов паро и рабов народа. И в глазах народа. Да, да, совершенно верно. Да, замечательно, спасибо. Так, Далит. Натан, ты участвуешь с нами, нет? Есть желание почитать? Ладно, Натана не будем трогать. Артур, хотите поучаствовать же, есть желание? Если, да, включите микрофон. Да, пожалуйста. Поскольку я не знаю всех, кто ко мне приходит, вот, любой может поучаствовать, я пока что предлагаю, да? Есть желание прочитать? Да, я первый раз с Божьей помощью. У меня, у нас, у нас, у меня, у меня постараюсь, Божьей помощью. Все, точка. Да, все правильно, без ошибок. Не, не, попробуй перевести. Меня слышно. Вас слышно немного тише, чем хотелось бы. Так, переводите. Тенис сказал муше, слово ко, ко, это значит так, ко амарашев. Да, и сказал муше, там сказал хашен. Да, ка, хацот, лайла. Около полуночи, хацот, это середина, лайла, ночь. Хацот, да. Да, да, да. Существует полночь, полночь, они, я выйду, они идут, я выйду среди Египта. Из среди Египта, да? Да, верно, спасибо, Артур. Все, замечательно. Да, из среди. Я надеюсь, вы будете нам и далее помогать. Прекрасно, так. Так, у меня дальше идет Марк, к сожалению, мы пока не знакомы. Если у Марка есть желание прочитать, пожалуйста, включите микрофон. Вот, если микрофон не включен, то, соответственно, мы переходим дальше по списку. А где надо читать? Я не вижу, в каком месте. Вот здесь, гей, вот где я выделяю на экране. Где? У меня половина закрыта вашими фотографиями. То есть, вашими лицами. Я не вижу. Так, вот это? А, вот, ага. Бээрес? Нет. Умэд. Где? Вот отсюда начинаю, вот отсюда. Гей, умэд. Не вижу, где. А фотографии вы можете все наши убрать. Там кнопочку нажать и появляется только экран. А какую кнопочку нажать? А у меня нет компьютера, не могу сказать. Так, Марк, давайте так. Вот вы видите то, что я выделил? Серый цвет. Вот сейчас я курсор вижу маленький. Так, вот то, что я выделил только что серым фоном. Серым? Серым у меня только зеленый и желтый фон. А вот сейчас серый. Вот сейчас вы видите серый фон? Нет, серый. А, серый вижу сейчас, серый вижу. Вот отсюда начинайте, да. Коль бахур. Бахур. Коль бахур. Моэрц Мицраем ми бахур, пара, ха-йошев, аль-киссал, киссал, ад-бахур, ад-бахур. Вот тут у меня закрыто с фотографиями, поэтому Ахар, Харахайм, бахур, бахама. Бэма. Все, точка. Так. Ну, поскольку вы не смогли увидеть несколько слов, я начну сначала. У-мет. Мет это умер, умет это и умрет. Коль бахур. Кто мне подскажет слово бахур, что означает? Младенцы. Амин. Бахур это первенец. И умрет всякий первенец. Бээрец Мицраем в стране единицкой. Ми бахур, то есть от бахура, от первенца. Кого? Фараона. Не слышу вас, простите. Да нет, человек разговаривал там со своими домашними. А, понятно, да. От первенца фараона. Ха-йошев, это настоящее время. Сидящего. Аль-кис-о на стуле, на троне его. То есть имеется в виду первенец фараона, который после него займет его трон. Ад-бехур-ха-шифха. Кто помнит слово шифха? Рабыня, наложница. Рабыня. Шифха, в данном случае рабыня, конечно, да. До первенца рабыни ашер-ахар-ха-рейхаин. Вот это слово рейхаин. Перевод жернова. Которая за жерновами имеется в виду низ социальной лестницей. То есть женщина настолько бедная, что она нанимается под денно, чтобы молоть зерно жерновами. Вехоль-бехор-рейма и всякий первенец домашнего скота. Да, вот так. Так. Ну что же, неплохо. Так. Елена, Елена, вы с нами? Вы участвуете? Нет, я не читаю. Спасибо, я только слушаю. Хорошо, пропустим. Милости просим. Тогда следующий у нас Иван. У меня вот список так идет. Иван читает «Вав», да? «Ва-эта, цаака, дулам, бихаэрэс, митраэм, ашер, камау, ло, ниээта, в хамау, ло, сисив». Спасибо. Так. «Вэгайта» и будет «Цаака», «Цаак» – это кричать. То есть, получается, крик великий. Прикольный рейтс-митраэм. По всей земле египетской. Да. Ашер, которая «камогу», как он, как она. Ло, ниэта. Не было сделано буквально. Потому что это «нигье», да? Это «нифаль», это пассивный залог. Подобно которого не было сделано. «Вэгамогу» и «какон», «ло», «тосив», и не будет добавлен. То есть, ни в прошлом, ни в будущем ничего подобного не имелось. Да, да. Спасибо, Иван. Так. Ну что, попросим Андрея, да? Андрей, Зайн? Нет, Андрей, что молчит. Андрей молчит. Тогда прошу Тимофея. Зайн. Зайн. Улехоль, бне Исраэль. Ло, яхарат, келев. Лешоно. Лемиш. Вэт. Бэгема. Лема. Тедуум. Ашер. Яфле. Ашем. Бэйн. Митхаэм. Убэйн. Исраэль. Пробуем переводить. Совершенно верно. Пробуем. Улыхоль, бне Исраэль. И у всех сыновей Израиля. Ло, яхарат. Не оскалился. Вот яхарат. Да. Есть разные варианты понимания. Да, да, да. Этого слова. Вот. Комментарий показывает. Новострит, да, действительно. Вот. Но, может быть, просто не пошевелит языком. Так. Келев. Собака. Лешоно. Его язык. Так, что это? Да. Язык. Лешоно. Его язык. Да. Вот. Вот интересная форма. Ле-меиш. Я бы говорил так. Правильно перевести. В отношении как от человека до скота. То бишь, никто не умрет, потому что, когда умирает человек, собаки в окрестностях начинают выйти. Да. Вят-бейма. Ле-ма ан-те-де-ун. Чтобы знали вы. Да. Ашер-ги-фле разделит, покажет разницу. Что разделит Всевышний между Египтом и между Израилем. Да. Да. Совершенно верно. Так. Спасибо, Тимофей. Очень мило. Так. Не помню. Людмила. Людмила. Вы читаете? Да. Прошу вас. Хэт. Хэт. Вэй, ярду, холь, авдэха, авдэха, эле, элай, вэ хишта хаву, лі лэмор, цэ ата вэ холь ха ам, ашэр, вэ раглеха, вэ ахарэй хэн, эце, вэ еце, мы им твар. Пар-о, ба-хар-и-ав. Да, спасибо, все правильно. Переводим ва-яр-ду. И спустились. Я рад. Спустились все рабы и спустятся. Ой. Спустятся, да. Поскольку Юд здесь не будущее время, а корневое, да, наверное. Нет, потому что, наверное, еще. Элла Эти. Вэ здесь не Вэктоль, да. Ну, в общем, обычный И получается, да. Вот. Да, да, получается. И спустятся каждый раб. Ну, все рабы твои. Эти. Да, да, да. Эти. Да. И... Элай, ко мне. Ко мне и повернут, да, или вот это хиштохово... Хиштохово поклонится. Поклонится. Недавно у нас, да, мы разбирали этот... Мне говорят, выйди... Выйди... Точно. Ты и весь народ, который... Буквально в ногах твоих. Да, конечно. Ну, смысл, который с тобой... Которые собираются выйти. Да. И после этого я выйду. Это я выйду. Это говорит кто? Моисей. Ва-е-це. Это... Вам переворачивает прошедшее. И вышел... И вышел... От фараона мы им, да, интересно? Бо-хори-аф. Да. Я напомню вам слова. Вехара-аф-ашем. И возгорится гнев Бога. Лолей. Да. В пылу гнева. Буквально так. Бо-хори-аф. Вот хет имеет огласовку хатав-камац, которая читается как ультракраткое о. Да. Это не слогообразующая огласовка, поэтому первый слог здесь получается закрытый. Да. Бо-хори. Бо-хори. Да. Поэтому и здесь камац тоже по правилам должен читаться как о. Камац-кацар. Бо-хори-аф. Да. Спасибо. Это была Людмила. Верно? Да. А вы читаете Бо тоже? Вы читаете Бо-хори тоже? Бо. Я читаю так, да. Я слышал из альтян, которые… Как вы отличаете вот эту вот большую О, как бы О, что надо Бо читать? Да, понятно. Хороший вопрос. Да, да, да. Значит, я знаю, что перед вот таким камац-кацар, да, хатав-камац, перед хатав-камац, камац бывает тоже только кацар. То есть, о, например, слово цого-раим. Правда, я слышал израильтян у рожденных, которые это правило не признают, и они могут читать цого-раим, вот, или вот здесь как бахори. То есть это не будет грубой ошибкой. Бахори-а или бахори? Потому что я читаю одну часть, и там есть слово ми-мо-хурат, ми-мо-хурат. Там тоже вот это вот… Мохурат. Правило. Да, да. Поэтому спасибо, я теперь буду точно знать. Да, можете ссылаться на меня. Или на мои дипломы. Нет, ну это хорошо. Да. Понятно. Так, чудесно. Так, ну что же, давайте. Тогда сначала, снова я. Тет. И сказал Бог Моисею, не послушает вас фараон. Шама – это и слышать, и слушаться. Чтобы подчеркнуть, например, слушаться, иногда используется выражение шма беколи – слушай голоса моего. Ну, как, например, Ривка говорит Якову. Но здесь яшма именно не послушает алейхем вас фараон. Ле-ма-ан ради того, чтобы работ увеличение моих чудес, мофет, мофтай мои чудеса в земле египетской. Да. Теперь Юд. Юд. Ну, попросим Анну. Да. Да. Прошу вас. И Моше и Арон сотворили, сделали все эти чудеса, вот эти все чудеса перед фараоном. И укрепил буквально всевышний сердце фараона, и не отпустил он народ Израиля из этой земли, из своей земли. Из земли его. Да, совершенно верно. Да. Мы прочитали коротенький параграф, номер Юд Алиф. Я хочу маленькое объявление вам сделать, наверное, это будет важно. Следующая неделя, то есть уже текущая неделя, да, это неделя, это неделя главы, которая называется Бешалах. В Бешалах есть два момента интересные с точки зрения текста, да, я не говорю про все остальное. Это, во-первых, Шират Аям, «Песнь на море», которая очень важна, поскольку это выражение благодарности всего народа Всевышнему. И поэтому этот отрывок включен в Сидор, в утреннюю молитву ежедневную, ну, кроме разве что тайманцев. Почему-то вот я слышал, что евреи еминской общины, да, они читают вот этот Шират Аям только по субботам. Среди нас нет еминцев, нет? Нет, очевидно. Вот, поэтому нам это важно, так. И еще, значит, входит туда Парашат Аман, то есть история получения мана, манны небесной, да. И во многих Сидурах он тоже печатается, он не входит в постоянные молитвы, но считается, что это большая сегула на заработок, на пропитание. И в особенности почему-то во вторник текущей недели, то есть послезавтра, да, хорошо и полезно прочитать Парашат Аман, да, Парашат Аман, можно погуглить и легко найти. А с чего начинается, с чем он заканчивается? Вот, лучше всего читать два раза текст и один раз перевод на арамейский язык, Ункилос, да, хотя, в общем-то, нам с вами он ничего не даст, но, в общем, считается, что так принято. Вот, ко вторнику будьте готовы. А на следующей неделе мы найдем, что разбирать. Так, теперь 12-я глава у нас в архиве есть, разбираем 13-ю главу вот досюда, видите, да, потому что вот это уже относится к главе следующей недели, к главе Башалах, как мы видим вот здесь. Ну, просто текст я скопировал, я его и оставил. Так, ну что же, Светлана, я попрошу вас, Алиф. Это Идабер оттуда. Давайте, давайте я попрошу вас и Алиф, и Бет, покажите нам класс. Где читать? Да, вот отсюда, вот отсюда. Куда-то уполз. Как? Я вижу, я хорошо вижу. Вот, да, Вайдабер. Вот, 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 наконец, все правильно. Да. Да. Вайдабер, Адонай, Эль-Маше, Ле-Мор. Кадешли, Холь-Бехор, Петер, Коль, Рэхам, Бивней, Исраэль, Ба-Адам, Ку-Ва-Пхэ-Ма, Ли-У. Замечательно. Сейчас я поставлю задачку, и мы с вами переведем. Эти, значит, этот отрывок, который мы сейчас начинаем читать, тоже весьма важен. Кто догадается, почему и как, и что мы с этим делаем. Пусть первый поднимет руку. Мы его похвалим перед с ним. А выкупе первенцев, говорится. Это тоже верно, да. Но это одна из многих месот, а чем выделен именно этот текст, мы сейчас увидим. Так, прошу вас, Светлана, извините, перебил. Да. Мне очень нравится, когда вы переводите, вот честно. Я даже знаю начало, но вот вы так дословно, вот давайте вы. Вы красиво переводите. Ну, Светлана, спасибо, спасибо за комплимент. Я знаю, что начало могу сказать. Я могу отложить, я думаю, у вас замечательно получается. Ну, давайте, давайте. Раз уж вы меня просите. Да, дамам я отказать не могу. И сказал Бог Моисею следующее. Кадеш – это императив посвятения. Теперь слово Петер. Мы знаем, что есть слово Патур, свободен. Ле Фатер – освободить. Ле Гит Фатер – уволиться. Ло Лейну не про нас бы сказано. Нифтар – освободившийся, то есть умерший, скончавшийся. Да, Анна вспомнила замечательное, пустящее. Вот. И в данном случае это означает разверзающий, открывающий. Всякий Рэхэм. Рэхэм – это часть тела, точнее женского, в котором формируется плод, то есть матка, разверзающий всякую матку. Бивный Исраэль – среди сынов Израиля. Ба Адам – ува Бхэйма. Как среди людей, так и среди скота. Ли Гумне они принадлежат. Первенцы людей и первенцы скота. Итак, первенец – это если рождается первый у самки или у женщины, да, рождается мужского пола оцепь, да. У женщины рождается мальчик, он первенец, да. И у, допустим, коровы рождается, соответственно, теленок, он тоже первенец, да. Но что с ними делать – это отдельный закон. Сейчас мы об этом говорить не будем. Пока что достаточно, чтобы он сказал. Он принадлежит мне. Читайте первенцы. Так, Гиммел. Артур, вы с нами? Возьмете Гиммел? Артур не с нами. Он написал, что надо выйти. А, да-да-да. Ну, хорошо. Тогда кто у меня следующий? Ну, давайте. Людмила у нас, кажется, пропускает, да? Наталья, прочитаешь, Гиммел? Я не пропускаю. Почему я пропускаю? Ой, нет-нет-нет, извините, извините, Людмила. Близно, бежать с Людмилой. Спасибо. Извините, извините, да. Да, прошу вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Замечательно, да. И сказал Моше народу, помните день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства? Да. А Вадим... Киев в данном случае, потому что ибо... Ибо сильной рукой вывел Всевышний вас оттуда. Отсюда, буквально. Для Ло-Е-Ахэль, я здесь беру микрофон, Е-Ахэль – это пассив. И не будет кушаем, и не будет съедаем, буквально хамец. То есть, буквальный перевод – не кушайте хамец, а, более точно, не будет естся, не будет съедаться хамец. Спасибо, Людмила, очень хорошо. Так. Далит, Далит. Ну что, попросим Ивана, да? Айом, ацем, йоцем, бахудеш, ариф? Да. И сегодня вы уходите. Да. В месяце. В месяце АВИВ. АВИВ – это может быть и название месяца, хотя более он не встречается. Это может быть слово весна. А может быть значение в месяце колосьев. Месяц, когда колосится что? Пшеница. Да? Мы с вами знаем. Не-не-не, прошу прощения. Наверное, ячмень. Ячмень, да? Потому что он созревает раньше. Ну, на основании вот этой фразы делается вывод, что календарь должен быть относительно периодичен. То есть месяц исхода, который мы называем НИСАН, должен приходиться именно на весну. Например, у мусульман календарь устроен таким образом, что год короче, поэтому каждый год календарь съезжает на 10 или на 11 дней. Да, спасибо. Спасибо, Анна, что правильно. Так. Всё или не всё? Кого-то я пропустил, нет? Нет. Так. Хорошо, давайте дальше я читаю. Я повторяю мой вопрос. Кто первый догадается, что особенного есть вот в этом тексте, да, тот поднимет руку. И будет. В данном случае, когда приведет тебя, Еби, Отха, Всевышний, в страну канонейцев, и хитейцев, и мурейцев, и хивейцев, и евусейцев. Ну, обычно говорят, евусеев. Которую поклялся отцам твоим дать тебе землю, текущую, завод, это истекающую. Халавуд ваш молоком и мёдом. Ве авадата эта вода газота. Вода, в данном случае, не только работа, но и служба. И будешь служить службу эту, какую службу, вы сейчас догадаетесь, в месяце этом. Так, никто не хочет мне сказать, откуда этот отрывок, с чем он связан, о чём и о ком тут говорится. Нет, не хочет. Никто не хочет. Да. Так. Хорошо. Марк, есть у вас желание прочитать Ваву? Да, пожалуйста. Это Вав, да? Да, да. Шиват, Ямин, Тохэль, Мацат, Увьём, Хашвя, Хаклая, Ла Хашем. Всё, всё, хватит. Спасибо. Шиват, Ямин, Шиват от слова Шева. Так, что это, помните? Нет, я переводить, я не могу, нет. Хорошо, я тогда не предлагаю вам. Значит, Шива от слова Шева, семь. То есть, буквально семёрку дней, Тохаль Мацот, Ушей Мацут. А в день Хашвяя, седьмой, Хаг, это праздник, Ла Хашем, праздник для Бога. Так. Угу. Так. Зайн, попросим Ивана, да? Иван, вы с нами? Да. Да. Мацот, Яхэль, Эд, Шиват, Ямин, Вло, Ер, Е, Ла Ха, Хамэц, Вло, Ер, Е, Ла Ха, Твор, Михалин, Гавлэха. Да, извините. Да, переводим. Мацут, Мацут есть. Будет кушаться. Да. Эд, Шиват, Айми, В течение семи дней. Семи дней. Так, вот теперь слово Ера, Э, Как вы можете перевести? Не увидеть. Будет, не будет увиден. И не будет виден. У тебя что? Хамэц? То квасное. Квасное. Вело, Ера, Алха, Се Ор. И не будет виден у тебя. Се Ор, это закваска. Закваска сама по себе не является хамцом, но она тоже запрещена. Ее нельзя содержать, ее нельзя использовать, ее нельзя даже видеть. Бехоль, Гвулэха. Гвуль – это буквально граница, имеется в виду во всех твоих владениях. Спасибо, Иванович, хорошо. Так. Теперь у меня идет Тимофей. Тут у меня постоянно меняется почему-то список. Так. Да. Совершенно верно. Да, переводим. Переводим. И объяснишь своему сыну. Расскажешь, да. Да. Да, расскажешь сыну своему в этот день. Да. Говоря. Да. Баавур-Зе. Ради этого. Как правильно, Кристи? Ради этого. Имя этого, да. Ради этого сделал Всевышний имя при выходе в моем из Египта. В моем из Египта. Да, совершенно верно. Так. Ну и что вы скажете, вот, скажем, по поводу этой фразы? Нет, никто не догадывается. А пасхальная, пасхальная этот самый, пасхальная что-то? Правильно, совершенно верно. На этом основана пасхальная года. Пасхальная года. Четыре сына, да. И один из этих сыновей, да, упоминается здесь. Который? Ну, какому-то правильному, который правильный такой, если себе. Нет, это четвертый сын. Да, совсем. Неправильный. Потому что от него не поступает вопрос. Не жди, пока он сам спросит, а расскажи ему Баавурзе во имя этого. Да, совершенно верно. Тем не менее, это не ответ на мой вопрос. Тем не менее, шансы у вас еще есть. Так, Анна, вот вы появились. Да. Вопрос был такой. Вопрос был такой. Что особенного вот в этом отрывке, в этом тексте, который мы сейчас разбираем с вами. Так. Хэт, давайте Анна, а потом кто у нас? Людмила, да? Людмила на очереди. Света. Верно. Я пусть и Анна, запомните. Не, ну, Света, Света после меня всегда. Да, хорошо, давайте Анна, и потом Света. Так уже будет, да. Да, верно. И будет тебе знаком Алиадхан на руке твоей и как бы напоминанием между глазами твоими для того, чтобы было учение Всевышнего. На устах твоих, все. Ибо рукой крепкую вывел тебя Всевышний из Египта. Так, совершенно верно. Ну, Анна, что вы скажете? Ну, это речь идет о заповеди этого Тфилин, между глазами и на руке. Правильно, правильно, совершенно верно, да. С нескольких подсказок вы догадались конкретно, Анна, что здесь тоже говорится Тфилин. А где еще говорится Тфилин? Почти теми же словами, да? Говорится в Шма в первом и третьем и втором. Ну, да. Итак, четыре раза упоминаются заповеди Тфилин как ручного, так и головного, да. Два отрывка мы неизбежно читаем в утренней молитве Шма, да, утренняя молитва, в ходе которой мы надеваем Тфилин, да. Два других отрывка, где упоминаются Тфилин, они тоже написаны и вложены в Тфилин, да. И есть люди, которые стараются, покуда Тфилин надет, прочитать и эти два отрывка тоже. Мы сейчас почти дочитали первый из этих вот двух отрывков, то есть третий отрывок, в котором упоминается Тфилин, который называется Кадеш, посвяти. Осталась маленькая фразочка, которую берет на себя с планом, так, а дальше мы, я надеюсь, прочитаем и второй отрывок, так, Юд. Вот, эта фраза достаточно сложная, поэтому я, Света, не помогу, а раз я помогаю, то она уже не отвертится. Вешамарта, шамар. Шамор, это яма шаббат. Что такое шамар? Соблюдайте. Соблюдай, соблюдай или охраняй. Есть слово хок. Хок это закон, да. Хука в современном иврите, это конституция, которой нет. И соблюдайте закон этот. Ле-мо-ада. Что такое мо-эд? Мо-эд это срок. Срок ее. Теперь ми-ямим-ямима. Так, Светлана, попробуйте догадаться, от какого слова эти два образова. Из года в год. Почти изо дня в день. Йом. Йом-ямим. От дней к дням буквально. Да, изо дня в день. Да, верно. Спасибо. Спасибо, Светлана. Так, теперь Юд Алиф. Кто у нас не читал? Марк, вы с нами? Да, слушаю, да. Читает Юд Алиф. Давайте прочитать Юд Алиф. В-х-я... Можно повыше, повыше чуть-чуть? Спасибо. Повыше, вот так, да? В-х-я-ки... Закрылась у меня, закрылась. Вниз, опустите. Вниз, пожалуйста. У вас там где-то окошко, там с левой стороны, там много таких значков, там сверху, слева должна быть такая черточка, написано «Скрыть миниатюры видео». Должно быть написано. Вот нажмете, нажмете. Скрыл, да. Вот. Что-то у меня пропало. В-х-я-ки-я-в-еха-гашэм-алерц-хак-на-ан-и-кашэр-на-ш-ба... Ниш-ба... Ниш-ба... Лех... Леха... У-ля-ва-теха... У-н-та-на... Лех... Лах. Лах. Спасибо, спасибо, правильно. Так, теперь я перевожу, да? В-х-я-я-и-буде. Ки, в данном случае, когда Я-ви-а-ха приведет тебя Бог в страну ханаанскую. Как? Кашэр, это как. Обещал тебе. В-ла-ва-теха-и-ацам твоим. У-н-э-та-на-ат, слово-на-тан. И даст ее. Ее мы видим по букве Гейсточки внутри. Лах тебе. И что же тогда? Давайте я читаю. Ю-буде. В-ха-вар-та-коль-петер-рэхем-на-шем. В-холь-петер-шэгер-бхема. А-шер-и-гей-ел-ха-аз-хар-им-ла-гашем. И переведешь, то есть передашь, всякого разверзающего матку к Богу. То есть посвятишь их Богу. И всякого разверзающего утробу из скота. Посмотрите, там есть интересный комментарий. Я поставил вот на это слово шагер в файле словарь, который будет у тебя азахарим мужского пола для Бога. То есть если первым рождается мужского пола, это первенец, и его посвящают Богу. Вот так. Так, ну что же. Кто у нас давно не был? Я думаю... Наверное. Я думаю... А Людмила у нас не было, наверное, еще. Да, Людмила, не обижайте, please. Не-не-не, не входит. Не входит раз. Спасибо. Да, верно. Разверзающий будем это переводить. Раскрывающий. Амор это вещество? Амор это осел, осел, осел. Осел. Да, да, да. Вот тивдэ, что-то не узнаю. Тивдэ от слова подэ, искупай, то есть выкупай, б, с, кем, чем, овцою. То есть, если у ослицы родится первенец осленок мужского рода, его, конечно, нельзя посвящать Всевышнему, потому что он нечистое животное, но из всех нечистых животных выделены именно ослы. Если рождается первенец осла, да, выкупай его овечкой, то есть овечка, которая не является первенцем, да, точнее, наверное, имеется в виду мужского пола, да, барашек, да, его отдавай Всевышнему, а осел остается у тебя, его первородство как бы уже снимается, переходит, да. Вы им лотивдэ, а если ты не искупишь, да, вот это вот слово что-то вам напоминает? Да, аруфа, это, гла, аруфа есть такая вещь про это. Да, да, да. Проломленный, телец проломленный. Да, 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 если ты не искупишь осленка, не выкупишь, да, то ты должен его умертвить специфическим образом, да. Интересно, что вот отсюда фамилия Арафат. Вот. Нет, нет, не отсюда. Не отсюда, от горы. А гора разве не отсюда? Нет, навряд. Надо поинтересоваться. А мне так хотелось в это верить. Ну ладно, оставим. Вехоль бхор адам. И всякий первый человек, сыновей твоих искупится. Да, будет выкуплено, совершенно верно. И вот далее давайте возьму я. И будет, когда спросит тебя сын твой завтра, говоря, что это? Это еще один из четырех сыновей, который? Какой-то простой, наверное, слишком. Простой, потому что задает простой вопрос. Мазый. Очень такой израильский вопрос. Мазый. Ва-и-и-и-и-и-и-и-кша па-о Бхор бней Эф-де. Банай. Так. Банай. Да. Так, и было, когда хикша, когда как бы мешал, как бы утяжелял, получается, фараон для вас Отпущение Отпущение В отношении нас Отпущение наше И умертвел Всевышний Затруднялся Отпущение наше И умертвел Всевышний Каждого первенца В земле египетской От первенца человека До первенца скота И поэтому Я В жертву Приношу в жертву Всевышнего Каждое разверзающее Утробу Мужского пола Мужского пола И от всякого Первенца человеческого Искупаю Да, я буду Искупать, да, совершенно верно Так, Тет Зайн Ну просто по желанию, кто у нас хочет Кто у нас вызовется Не стесняйтесь А Тимофей Может давно не был Давайте Спасибо Да, Тет Зайн Тет Зайн Переводим И будет знаком Да На руке твоей Алиятха И символом Между глазами твоими Потому что Силу руки Вывел Вывелин Который на голове Потому что Бейн Айнейх Между глазами твоими Но не точно посередине Между глазами А на линии Которая проходит Посередине Да, на Выше лба Но есть еще Значение Которое Используется Сейчас Тотафот Это Кокарда Или Тотэфет Да, представьте Вот так В разных переводах Торы на Разные языки Я видел Или Результат Этого То есть Тетфелин головной Либо Просто Соответствующим Укмен Передано Это слово И будет Как Тотафот Между глазами Твоими Либо Какое-то Описательное Значение Украшением Знамением Знаком И так далее Так А теперь Слово Ядха Рука твоя Которое Только что У нас было написано Вроде бы В предыдущем Ательке Правильно То есть Хав Суфит Да А здесь Оно написано Хав Оголосованным Камазом И после этого Идет буква Гэй На основании Вот этого Ненормативного Написания Делается вывод Что Здесь имеется ввиду Ядха То есть Рука Слабая Слово Кэгэ Я знаю Значение Кэгэ Это Смуглый Более темный Ну в отношении Например Цвета В частности Кожи человека И так далее Но есть еще одно Значение Которое Вот мне подсказал Раф Синагоня Где я провожу Тоже уроки И мы разбирали Этот отрывок Это значит Рука не основная Рука Рука Более слабая Поэтому Делается вывод Что Человеку Которого ведущая Рука Правая Тфилин Накладывает На левую руку И соответственно Наоборот Да Как это ни странно Может показаться Что поскольку Тфилин головной Это посвящение Символ Посвящение Богу Наших помыслов Тфилин ручной Это Посвящение Богу Нашей силы Да То он Должен располагаться На сильной руке Нет На слабой Вот С другой стороны Левша Надевает На правую руку Да И если Основное здесь Тфилин Находится Напротив сердца Как мы В общем-то Упоминаем Так называемый Каванут Который тоже В сидуре есть То У левши Это очевидно Не так Потому что Сердце У него Не находится Справа Верно То есть Не зависит Тфилин От того Где Сердце Человека Зависит От того Какая рука У него Основная Если Человек Привык Писать Правой Рукой Даже если Все остальное Он делает Левой То он Считается Правшой Даже если Он Переученный Да Ну вот Мы прочитали С вами Секундочку Одну секунду А где ты Где ты Скал Кээ Что-то Я не вижу Кээ Это где было Тут нет Такого Тут нет Это в комментариях Окей Я хочу сказать Кэгут и найм Кэгут и найм Это Когда глаза Плохо видят Да 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 Кээ Это темно Кээ Это Это Тускло Как потемнение Глаза Кэгут А Да Это по-моему То что Про глаза Якова Как раз Было сказано Что у него Кэгут и найм Да Да Там именно Это слово Да Верно Так Спасибо Значит Еще раз Вам напоминаю Что есть Большая сгула На обогащение На богатство Я ничего Вам не гарантирую Я Просто передаю Слова Наших Наших Руководителей Да Есть такая Большая сгула Во вторник Этой недели Прочитать Порошат Ман Который Будет Который Читается Читается В недельной главе Этой недели Башалах Да Вот И Мы с вами С божьей помощью Посмотрим Что мы еще не разбирали Из Башалах Мы разберем С вами в будущем Следующий раз Через неделю Вот Это начало Главы Башалах Сегодня мы Его не прочитали Потому что Это не наша Недельная глава Вот А Просто я это Так сказать Я скопировал Я уже и сохранил Ну да В этот вторник Или через В этот вторник В этот вторник Главы Башалах В то же время Да В то же время Да Занятие У нас в воскресенье Занятие Занятие Мы будем делать Через неделю В воскресенье А во вторник В дневное время Пока еще Солны Несело Хорошо выделить Время И прочитать Отрывок Каждый Каждый сам То есть На встрече Да Можно найти Текст В интернете С переводом И даже Странсвитерации Я буду читать Для себя Я просто не знаю Какое время Я выберу Илья Вы можете Прислать текст В группу Пожалуйста Вам проще Будет Просто погуглить Парашат Ман Глава Ман Да Могу прислать Только что Я открывал Но я закрыл Перед роком Да Хорошо Нет проблем Я даже поставлю Вот что Давайте я для всех Я поставлю это В нашей группе В телеграм Технически Сори По поводу Следующего На следующей неделе Следующей неделе Это будет Эра Тубишлат У нас 7 часов Специальная Виртуальная экспурсия Которую проводит Ицкок Кишелевич По поводу Тубишплата И фиников Поэтому Как бы Во-первых Я приглашаю народ Туда участвовать Я везде напечатал Я сам Сто процентов Должен быть там И это будет В 7 часов Поэтому я дико Извиняюсь Но скорее всего Что в это время Как мы обычно проводим В 7.30 Нам не удастся провести Ну давайте Можно Да Да, Света Варианты какие-то есть Пораньше Попробуй Варианты Можно Варианты Передвинуть В другую сторону Да Я отменил урок Который предшествует У нас обычно Вот этому уроку Да Его не будет Поэтому можно Передвинуть Либо на 6 часов Ну я могу сделать Пораньше В воскресенье Наверное Я смогу Давайте проверим Это И как бы В телеграме Закроем Поэтому Можно сделать Раньше Можно начать В 6 часов Вечера По Израилю Кому удобно Удобно Кому Кому удобно Всем Ну более-менее Пожалуйста Напомните мне Да Натан С утра В следующем воскресенье Мне напомни Да Я надеюсь Что это можно Будет сделать Да А экскурсия Будет Время Нет Или позже Экскурсия Будет В Как я объявил Секунду В 7 В 7 В 7 В 7 Что ты говоришь Ты сказал 7 по Израилю Нет Сейчас проверю 9 А у нас Это 9 Сейчас полсекунды Сейчас проверю Да Всем по Израилю Всем по Израилю Да Всем по Израилю Угу 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 Так Ну Натан же не сможет быть Получается Он же будет там Сготовить Если 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 Этого Урока Остается Как он был То Действительно Я не смогу 100% Если этот урок Передвинется Например На 6 То нормально И мы Как бы В час уложимся И к 7 Закончим Вот Кстати Объявление Про Про Вот эту Виртуальную Экскурсию Ага Так Давайте Определимся В течение Недели Хорошо Так Угу Вот вам Ссылка На один Из сайтов Где вы можете Найти Про Шатман Да Есть много Других Угу Хорошо Значит В следующее Воскресенье Я буду Иметь В виду И думаю Что что-то Из этого Да Думаю Что у меня Получится Надеюсь Что у меня Не будет Проблем С этим Так Шестнадцатого Числа Да То есть Мы тогда Шесть Начинаем Да Угу Дополняющее Занятие По Ивриту Каждый Вечер С Йом Решон По Йом Рви То есть Воскресенье Среда С Девяти Пятнадцати Где-то До Десяти Десяти Пятнадцати Занятие По Новосновому Ивриту Сегодня Будет Экономическая Лексика Что-то Типа Этого Окей Желающим Вы занят Четыре Часа С нами Можно Сказать А я всегда с вами А даже когда не с вами Я с вами Почему я так молодо Выгляжу Топ Ну хорошо Собава